Всем привет, друзья! Сегодня у меня на канале будет тест дешманского планшетника на процессоре Spreadtrum. 8 ядер, частота 1.6, архитектура Cortex-A55, графический процессор PowerVR 8320, по-моему так. Такой бюджетный пропс уровня 625 сна поможет помощнее чуть-чуть. Вот скачал эмулятор Sega Dreamcast и эмулятор 1 Соньки. В будущем еще и на PSP сделаю видос. Сейчас пока затестим эмулятор Redream и PCX. Так, ну что, поехали. Первая игра у нас будет Rayman, вторая часть. Играю я, кстати, на джойстике Ipego 9118. Отличный джойстик, всем советую. В эмуляторах идеально работает. Сейчас разобраться. Так, минуточку. Так, и вот зашли мы в игру. Все отлично. 60 кадров. Кстати, очень классный эмулятор Sega Dreamcast. Самый оптимизированный. Тот же Raycast, он намного хуже, чем Redream. Если особенно у вас не мощное устройство. Тут и поддержка высоких разрешений есть. И сам эмулятор намного оптимизированнее, чем тоже Raycast. Все, Rayman идет хорошо. Следующая игра у нас будет Resident Evil 3. Так, Resident Evil 3. Тоже выходил он на Sega Dreamcast, на GameCube. Изначально я вообще в детстве его только на первой сумке играл. Потом уже позже на эмуляторах GameCube и Sega Dreamcast проходил. Загружаем. Все тоже отлично. Можно играть. Маленько добавлю звук. Маленько добавлю звук. Ну вот на этом планшетнике я не вижу смысла тестировать такие эмуляторы, как Dolphin и Diamond PS2. Все-таки слабоват этот процессор. Вообще не вижу смысла играть на DELPHINE и DEMONI ниже 675 Snapdragon. Делать там нечего. Если у вас не минимум 675 Snap или 670 хотя бы. Там нужна архитектура A75 и A76. Здесь тоже интересная компоновка я нигде такого не видал. 8 ядер Cortex-A55. В основном идет 8 ядер Cortex-A53. Что-то ни у кого еще не видел, чтобы было 8 ядер Cortex-A55. Единственный минус у этого процессора это что-то игра вылетела короче. Странно. Также у меня вылетала это Headhunter. Видать это косяк перевода. Ладно сейчас другую игру затестим. Но идет она кстати да резик неплохо. Так следующая игра у нас будет Soul Calibur. Это Fighting. Да мой любимый на SEGA Dreamcast. У меня в детстве была SEGA Dreamcast. у нас не только что смартно от Света. У меня не надо и начать! Так сейчас я еще раз διαцвㅎ. А конечно же сложно. Если у меня есть��ость и выбор. А если у нас уже было три, то выполнили его, то я тебе еще раз любую. Я не могу не покупать это, или и не надо. А если у нас есть спорта. У меня не нас есть. Этоact�. Немного смарт. Немного смарт. да есть просадки вот 42-43 fps все-таки слабоват процессор сейчас посмотрим как на другую локацию будет вот здесь уже 60 кадров а 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 просадки были только в первой локации во второй нормально играть можно меня в сухую избили а а а Ладно, запустим Соник Кадвенчуя А вот в Сонике уже до просадки уже в меню и трещит звук Как в игре будет не знаю сейчас посмотрим Перемотаем чуть-чуть Хотя что-то перемотка незаметная Незаметная Соник Кадвенчуя Соник Кадвенчуя Соник Кадвенчуя Покажите, Соник Кадвенчуя Соник Кадвенчуя Соник Кадвенчуя Соник Кадвенчуя А в игре все нормально, присадок нету Отлично идет Хотя нет, вот дропнулся фпс до 53 Все, прошли вступительный уровень, сейчас еще один уровень пройдем И уже сделаем вывод Но в принципе играть можно в этот эмулятор Есть небольшие просадки Я думаю с эмулятором первой соньки будет намного лучше А вот дельфина и демон PS2 я точно не вижу смысла тестировать Так что даже не просите меня Ну естественно еще надо будет его протестировать в тяжелых андроид играх Скачать тот же PUBG PUBG Asphalt 9 хотя бы на минималках Хотя бы на минималках потестировать андроид игры Тоже интересно, что он способен Сейчас вот эта последняя игра будет на Redream и пойдем тестировать эмулятор первой плойки Оно Он 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 Ах! Тейлз! Ах, что я буду делать с тобой? Да, просадки есть. И это у нас самое минимальное разрешение в эмуляторе. 640 на 380. Но всё равно играть можем. Планшетник 5000 стоит. Что от него ещё можно требовать? Ну, короче, что. В эмулятор SEGA Dreamcast играть можно. Конечно, бывают просадочки небольшие, но играть можно. Так, погнали тестировать эмулятор первой Соньки. Так, вот у нас эмулятор первой PlayStation. Игра Rainbow Six Long Wolf. Шутер стелс от первого лица. Кстати, одна из первых игр. Первой Соньки, в которую я поиграл в детстве. Когда у меня у друга появилась Сонька первая. Вот это первый диск, который мы вставили в приставку. Игра короткая, но она очень сложная. Тут 5 уровней. Кто играет впервые, они адски будут сложными. Тут всё на пустош убивают с одного выстрела. Всё, убили меня. Так, звук надо добавить. Ладно, пойдёмте, следующую игру затестим. Итак, Tekken 3. Кстати, в эмуляторе стоит рендер с софтверной и разрешение 2x. OpenGL я включать не стал. В принципе, играть можно с софтверным при 2x. А на флагманах и в 4x можно играть. Тоже проседает. 45-48 фпс. Что-то да, плавности нет. Как-то всё медленно не тянет. Итак, Silent Hill первая часть. Посмотрим, как он её подтянет. Да, слабоват всё-таки этот прос. Redream даже на самых низких разрешениях не потянул. И лагает в первой сонке. На моей памяти, как я помню, 625 snap вроде тянул этот эмулятор 2x. Точно не помню. Ну, видите, тут ещё и графический процессор очень редкий. Ну, ещё кругом одни адрена до моли. Хотя нет, идёт неплохо. Всё-таки от игры ещё зависит. Всё. 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 Ну, вот Silent Hill идёт отлично. Теккен лагает, а вот Silent Hill отлично идёт. Вот тоже просадочка 42-44. Какие-то рандомные проседания на долю секунды. Потом всё опять нормально. Так же было у нас в Soul Calibur на Redream. Кстати, говорил, не говорил я в начале ролика. Но этот планшет не поддерживает Vulcan Backend. Только OpenGL. Драйверов Vulcan в нём нет. Прошивка стоит 64-бит. Хоть на этом спасибо. Я бы офигелась, если бы тут была 32-битная прошивка. Это был бы вообще зашквар конкретный. Ну, вот Silent Hill можно играть. Хотя вот тоже что-то места какие-то просадки имеются непонятные. И так затестим последнюю игруху. Это тест-драйв 4. Гоночки. В следующем видосе я уже сделаю тест PSP эмулятора. Думаю, хотя бы в 1x нормально пойдёт большинство игр. Посмотрим. Конечно, God of War, я думаю, не светит. Потому что одна из самых тяжёлых игр. Он на 636 снайпе подлагивает. А тут, я думаю, подавно будет всё тормозить. Поехали. 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 короче тоже просадки есть до 52 слабоватый слабоватый этот процессор интересно как он будет себя вести в псп но это уже в следующем ролике всем спасибо за внимание всем пока